Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Распитание духовных ценностей. В субсекской школе появится новый предмет православия. Медицина в Анапе стала еще доступнее. В третьем А.Микрорайоне заработал филиал городской поликлиники. Вновь открывшееся учреждение обслуживает порядка 27 тысяч населения и значительно разгружает главную поликлинику города. Сегодня филиал посетила заместитель главы Людмила Мурашова. Теперь жителям 12-го, 3-го А и Б микрорайонов, а также субсекского шоссе, не нужно ехать в центр города, чтобы получить медицинские услуги. 9 участков, а это около 30 тысяч населения, отныне обслуживаются в филиале городской поликлиники на улице Ленина, 131. Почти 40% населения будет обслуживаться здесь по профилю терапия, кардиология, неврология, будут сдавать здесь анализы, будут открывать больничные листы. Конечно же, и здесь станет более доступна помощь, и по крепостной 85 количество людей, которые ожидают в очереди в регистратуру, в процедурный кабинет, к узким специалистам или терапевтам станет меньше. Вернуть поликлиническое отделение в спальные районы – поручение главы города Сергея Сергеева. Анапчане неоднократно обращались в мэрию с просьбами приблизить медицину. Как выполнена задача, проверяет заместитель главы Людмила Мурашова. Это хорошая задача, с которой вы справляетесь. Но что бы я пожелала? Значит, первое, это у вас должна быть запись по графикам, по режимам, по расписанию. Это у вас должна быть электронная запись, и людям нужно об этом рассказывать. Значит, следующее, Владимир Владимирович, то, о чем мы говорили, во всех филиалах города у нас не должно быть так, что человек два раза приходит в отделение, в филиал. То есть, это я, конечно, говорю о карточках узким специалистам. Потом он записался в интернете, позвонил мне, потом пришел сюда, чтобы забрать карточку, и потом поехать в городскую поликлинику узкому специалисту. Вице-мэр осмотрела техническое состояние помещения, оценила кадровый состав и укомплектованность медикаментами. Вещь укладка, давайте, открывайте, я… Нет, давайте первую, прямо сейчас. Да, то есть, есть список у вас, да, что должно здесь быть? Да, конечно. Аптечка, оказание, ну давайте теперь, оказание есть, документы все есть. Все необходимое в аптечке имеется, сроки и условия хранения не нарушены. Такой порядок и серьезный подход должен быть во всем, начиная от регистратуры, заканчивая приемом пациентов, отмечает вице-мэр и добавляет, со своей стороны, администрация будет и дальше развивать медицинскую отрасль. Мы разгружаем сегодня центральную нашу основную поликлинику, но это не означает, что мы на этом останавливаемся. У нас есть сегодня перспективы, планы, как расширить и площади, а значит, улучшить качество, опять же, медицинских услуг, качество обслуживания наших жителей. Анапские медики называют этот филиал полноценной мини-поликлиникой. Кроме терапевтов, прием здесь ведут кардиолог и невролог, работают процедурные смотровой кабинеты, а кабинет ЭКГ принимает до 40 человек в день. Кроме того, здесь можно пройти и диспансеризацию. Пациенты довольны, теперь не приходится подолгу стоять в очереди на прием. Конечно, удобно, там очереди регистратуры огромнейшие вообще, это точно. Да и в кабинет стоишь по два часа, ждешь иногда. А здесь сейчас намного удобнее стало, людей практически нету. Мне очень удобно. Я как инвалид ездила на такси, чтобы записаться кровь сдать к терапевту. Я лично устала даже от этого. Удобно людям, не ездя туда, здесь на месте получать медицинское образование. Спасибо, что в России заботятся о нас. После продолжительных осадков набережная на высоком берегу в районе санатория Русь просела. Тротуарное покрытие дало трещину. Разрушающаяся пешеходная зона, набережная с заграждением, но отдыхающих беспокоит вопрос, почему до сих пор не предприняты меры к укреплению наметившегося обвала. С этим вопросом мы обратились к специалистам. Скальные породы высокого берега прочно удерживают на себе Анапскую набережную. Но в том месте, где исторически был овраг, набережная насыпная. Под воздействием осадков тротуарное покрытие поехало в сторону моря и нуждается в серьезном вмешательстве. Для этого, прежде всего, был изготовлен проект. Он предусматривает поэтапные берегоукрепительные работы. В ближайшее время, на следующей неделе, подрядная организация приступит к укреплению, демонтажу тротуарной плитки, забуриванию свай. Они будут связаны между собой ростверком и консолями. Сверху будет нанесена железобетонная плита, а поверх уже будет устроена тротуарная плитка. Также будет ненаграждение. Безусловно, к началу курортного сезона восстановление набережной на высоком берегу будет завершено, а пока начаты подготовительные работы. Одно из самых оживленных мест Анапской набережной претерпит серьезные изменения. Повышающий коэффициент при оплате за тепло там, где не установлены газовые счетчики, вызвал бурю негодования среди анапчан. Сегодня руководитель управляющей компании ООО «Коммунальщик» Валерий Колнаузов разъясняет ситуацию, на которой сошлись и тепловые сети, и управляющие компании. Приборы учета расхода газа в домах необходимы для того, чтобы платить газ по более низким расценкам. Было достигнуто решение о том, что мы совместно с ними дополнительно выходим на дома. Еще раз осматриваем и определяемся с домами, где нет технической возможности установки приборов учета. Мы действительно вышли на эти дома, определились. Получилось еще дополнительно 15 домов, где нет технической возможности. Составили акты, согласовали их с домкомами. Эти акты были сразу обращены в действие и переданы в ЕРЦ, где производится начисление. То есть на этих 15 домах дополнительных, которые к основному списку вошли, с 1 января строки повышающего коэффициента не будет. На других домах, где действительно все-таки есть техническая возможность, там действительно придется дополнительно все-таки домовым комитетам и жильцам собираться и решать вопрос об установке данного прибора учета. Потому что с 1 января закон поднял повышающий коэффициент до 1,5. До этого был 1,4. Здесь чем? Как бы все равно предложение, обращение к жильцам, к собственникам. Что приборы учат, ставить надо, как бы это ни хотели. Потому что закон гласит, еще с 2012 года он просил, но сегодня он уже требует, введя дополнительно эту строку ПК у всех. Поэтому чем быстрее жильцы, собственники соберутся, проведут собрание и определяются с установкой прибора учета, тем быстрее снимется эта строка ПК. После установки данного прибора учета строка, естественно, автоматически будет сниматься. Поэтому сегодня действительно все выступают за. Сегодня там, где стоят приборы учета, никто не выступает, все довольны, потому что оплата намного ниже. В Анапе обсудили перспективы развития молодежной политики. В городском театре состоялся круглый стол, за которым собрались представители администрации депутатского корпуса, а также учреждений высшего и среднего профессионального образования, сотрудники учреждений молодежной политики, центра занятости населения и других организаций, которые так или иначе могут оказать содействие в развитии отрасли. Уделить особое внимание поддержке Института молодой семьи. Такую задачу поставила заместитель главы Анапы Людмила Мурашова перед Управлением по делам молодежи, которому предстоит разобрать комплексную программу на эту тему. В ней должно быть учтено привитие молодым парам ценности здорового образа жизни, материнства и отцовства, сознательного отношения к своей семье, себе и своим детям. На мой взгляд, сегодня это как мини-такая задача, к которой мы должны идти. Которая сегодня, вот цель крепкая молодая семья, да, она включает огромный пласт работы, начиная, я не знаю, вообще с дошкольного возраста. Сейчас мы только на первом этапе, это первый шаг. Мы, конечно, сейчас соберемся в более таких локальных группах, заинтересованных лиц. Будем отрабатывать каждое направление, здравоохранение, образование, какие-то смежные ведомства, для того, чтобы это получилась действительно интересная и жизнеспособная программа на уровне города. И будем транслировать потом наш опыт, надеюсь, положительный, уверенно в этом, и на другие мурашивальные образования. Серьезнейшей темой остается развитие предпринимательской деятельности в молодежной среде. Участники круглого стола сошлись, что об этой теме надо говорить со школьной скобьей, а затем учить будущих предпринимателей составлять бизнес-планы, помогать им в получении государственных субсидий. Без межведомственного взаимодействия здесь не обойтись. И поддержку готовы оказать специалисты Управления экономики и инвестиций администрации, Центра занятости населения, предприятий банковского сектора. На протяжении нескольких часов продолжался живой и интересный диалог, в котором не было равнодушных. И это неудивительно, ведь обсуждалось будущее Анапы, Кубани и всей нашей страны. В эти крещенские праздники в общеобразовательной школе номер 11 поселка Субсех состоялось знаковое событие. Теперь в школе появится предмет православия. В актовом зале едва хватило места всем желающим принять участие в освящении. Протеерия отец Владимир в этом учебном заведении теперь не просто почетный гость. В скором будущем он станет еще и педагогом-наставником. В общеобразовательной программе муниципального образования утверждена учебная программа управления воспитанием и социализацией. В нее входит предмет основы православной культуры. Религия православия несет именно вот нравственность и несет духовность. Ну это вообще принято, это всем понятно. У нас есть еще предмет, который называется основы православной культуры. И мы буквально вот на днях с отцом Владимиром будем разрабатывать взаимодействие именно в этом ключе. И он будет нашим постоянным гостем на этих уроках. И на уроках кубановедения, связанных с казачеством. После молебна Протеерия отец Владимир осветил здание школы. По сельским меркам она достаточно большая. Здесь обучаются более тысячи человек. Для самого священнослужителя общение с детьми – это радость. А то, что от современной молодежи сама тянется к религии – радость в войне, отмечает Протеерий. Еще Михаил Ломоносов говорил «Плох тот математик, который церковь хочет измерить волю Божию». Это весьма приветствует церковь в современных условиях, когда система образования идет навстречу церкви, которая имеет потрясающий глубокий багаж того, как человек должен воспитывать себя и в конечном итоге готовить себя к личности. Занятия, которые будут проходить в школе по православной линии, не станут обязательными. Посещать уроки православия ученики смогут по собственному желанию. Но, как показал сегодняшний визит священнослужителя в школу, желающих узнать больше о своей религии с каждым днем становится все больше. Сегодня Международный день переписи птиц. В Краснодарском крае эти исследования проводятся с 2003 года. Этот год особый в России, он объявлен годом экологии. О тенденциях и трендах в нашем материале. Бинокль, фотоаппарат и блокнот – главные инструменты в работе орнитолога. Перепись птиц в этот день проходит во всем мире. Ученые собирают данные об изменении численности, состава и места обитания птиц. Основные пункты наблюдения расположены на путях миграции пернатых. В Западной Европе, Африке, Центральной и Южной Азии, Ближнем Востоке и России. Территория заповедника Утриш для орнитологов уникальна. Здесь пересекаются сразу три миграционных потока. Миграции идут у нас с Европы, через Крым, также крымские популяции сюда летят. И дальше туда уже в сторону Турецкого побережья, Африки, частично в Средиземном море. Первым в России к международному проекту подключился именно Краснодарский край. Сегодня на Кубани порядка 300 особо охраняемых территорий. Три из них федерального значения. Это Кавказский биосферный заповедник, Сочинский национальный парк и заповедник Утриш. В 2012 году он приобрел статус ключевой орнитологической территории. Здесь очень высокое биоразнообразие орнитофауны. Здесь насчитывается более 200 видов птиц разной категории. Мигрирующие, гнездящиеся и более 100 гнездящихся видов птиц. Кроме того, зимой скопления птиц бывают очень значительные. От нескольких тысяч до нескольких сотен тысяч. В этот раз ученых ждал приятный сюрприз. Чернозобая гагара, занесенная в Красную книгу России, до этого времени встречалась в лучшем случае парами. Сегодня ученые зафиксировали группу в 30 птиц. Орнитологи говорят о положительной динамике. В последние годы наблюдается увеличение численности птиц на территории Краснодарского края. Увеличение численности водоплавающих птиц связано с хорошей кормовой базой, которая сложилась в Краснодарском крае благодаря высокому развитию сельского хозяйства и наличию крупных водоемов, обладающих кормовыми ресурсами для этих водоплавающих птиц. И также немаловажно то, что здесь обеспечена достаточно хорошая охрана. Однако по некоторым видам птиц ситуация прямо противоположная. Зафиксировано резкое снижение численности лысухи. Эта птица селится на пресноводных озерах. Рост показателей в аграрном секторе в этом случае играет не на руку пернатым. Многие водоемы используются для хозяйственных нужд. Немало проблем доставляют охотники. Их в России зарегистрировано более 3,5 миллионов человек. Для того, чтобы найти разумный баланс, по итогам исследований будут сформированы предложения. Они лягут в основу изменений правил охоты и станут дополнением к новому изданию «Красной книги России». Наш генеральный партнер, производственное предприятие «Меркурий-2» ведет строительство нового многоквартирного комплекса «Кавказ» и желает новому году новчанам благополучия, мира и успеха. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте anaparegion.ru. До новых встреч в эфире. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова